Кубок мира по компьютерному спорту 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 многими графическими адаптерами AT и NVIDIA, включая Radeon HD4870 и GeForce GTX280. Новинка выполнена в низкопрофильном форм-факторе. Изделие состоит из прорывающего всю плату ускорителя алюминиевого радиатора с пронизывающими его тонкими ребрами и двумя U-образными медными тепловыми трубками, на котором установлена пара вентиляторов. EnerMax Aurora Premium – это клавиатура с сюрпризом. Внешне она производит впечатление надежного и незамысловатого устройства с классическим расположением клавиш. Трудно ожидать от модели со столь сдержанным дизайном, что в нее встроена аудиоплата, USB-концентратор и достаточно сложный механизм клавиш. Дополнительных кнопок нет. Корпус выполнен из алюминия. Снизу имеются две подножки, с помощью которых можно регулировать угол наклона. Новое изобретение от компании OCZ под названием NIA позволяет управлять компьютером силой мысли. Устройство состоит из блока, обрабатывающего сигналы и датчиков. С помощью него можно играть в различные игры, шутеры, стратегии и многие другие. NIA отслеживает движение глаз по монитору и передвигает курсор. Выстрел можно осуществить с помощью щелчка зубами. Управлять устройством непросто. Чтобы научиться, придется просидеть пару часов. Геймпад сайта Keyboard RumblePad имеет ряд режимов, которые по нажатию, выбранной пользователем клавиши, увеличивают точность мини-джойстиков в 10 раз, позволяя легче выполнять прицеливание или другие деликатные операции. Клавиша FPS перепрограммирует клавиши и оси в соответствии со стандартными параметрами, которые подходят для среднего шутера от первого лица. Также появилась новая особенность – сменный блок слева, содержащий мини-джойстик и крестовину. Сегодня нам предстоит увидеть финальную игру в дисциплине Trackmania Nations с недавно завершившегося турнира ProPlay Land 4, прошедшего в Москве. В финале встретились четыре игрока – Гэмбл, Пимпл, Молот, Данилевич. Игра проходит в режиме раундс до 31 очка на каждой карте. Игроки – Александр Свирский, Гэмбл, 17 лет. Михаил Кувшинов, Молот, 22 года. Константин Зацепин, Пимпл, 19 лет. Даниил Казмирюк, Данила, 17 лет. Первая карта. Итак, начинается первый заезд финала. Практически сразу после старта ошибся Молот, что отбросило его на последнее место. Впереди шла плотная борьба. Пилоты Ай-Р делили первое место, а Гэмбл был чуть позади. Через несколько секунд Гэмбл удается выйти немного вперед, но ненадолго. Почти сразу его обошел Пимпл и вырвался далеко вперед. Но ошибка дорого стоила пилоту Ай-Р, и его обогнал Гэмбл, а затем и Данилевич. А после ошибки Гэмбла Данилевич захватил лидерство и сохранил его до финиша, закончив заезд на первом месте. Гэмбл же, коснувшись борта у самого финиша, лишь на пару сантиметров опередил Пимпл. Начинается третий заезд. Практически в самом начале, неудачно заехав на бордюр, немного потерял скорость Пимпл. За первое место борьба шла между пилотами Экселло, а Данилевич был чуть поодаль. Видимо, эта карта совершенно не подходила Молоту, ибо он в очередной раз въехал в стену, полностью потерял скорость и пропустил всех. Вскоре после этого, коснувшись борта, Данилевич вроде бы потерял все шансы на победу в заезде, но крайне неудачное приземление Гэмбла позволило пилоту Ай-Р обойти соперника и выиграть заезд. Гэмбл на втором месте, далее Пимпл и Молот. После первой карты, на первом месте Гэмбл 36 очков, далее Данилевич 34 очка, Пимпл 18 очков и Молот также 18 очков. Вторая карта Начинается первый заезд на второй карте финала. Немного отстает Данилевич, а тем временем вперед выходят пилоты Экселло. Через некоторое время Данилевич догоняет Пимпла, и между ними завязывается борьба, в результате которой Данилевич выходит вперед. В то же время Молоту удается удерживать Гэмбла немного позади. Гэмбл не терял надежды и вскоре догнал Молота, в очередной раз навязав борьбу, из которой победителем снова вышел Молот, выиграв заезд. Третий заезд начался с ошибки Данилевича, которая отбросила его на последнее место. При прохождении платформы колесом в яму попадает Пимпл, в результате чего Гэмбл и Молот выходят вперед и в очередной раз ведут плотную борьбу. Но к финишу первым приходит Гэмбл. На третьем и четвертом местах приходят Пимпл и Данилевич. После первой карты на первом месте остается Гэмбл, 68 очков, на второе вышел Молот, 50 очков, далее Данилевич, 42 очка и Пимпл, 41 очко. Третья карта. Начинается первый заезд на финальной карте. Практически сразу немного отстает Данилевич, а борьбу впереди ведут три пилота. Постепенно Молот и Гэмбл отъезжают от Пимпла и долгое время ведут борьбу между собой. Данилевич, в свою очередь, смог прибавить, догнал и обогнал Пимпла, после чего вплотную приблизился к Гэмблу, но, несмотря на усилия, обойти пилота Эксцелла не смог. Таким образом, на первом месте приехал Молот, далее Гэмбл, Данилевич и Пимпл. Начинается последний заезд. Как и в предыдущих раундах, лидерство захватывает Молот. Вплотную за ним едет Гэмбл, а чуть поодаль, на третьем и четвертом местах, следуют пилоты команды Ай-Эр. Неудачное приземление выбивает Пимпла из этой борьбы. Оставшиеся пилоты долгое время сохраняют свои позиции, но в коварном повороте сперва Гэмбл, а затем и Данилевич допускают ошибки, заехав на поребрик. Позиции сохранились до финиша. Первый – Молот, далее Пимпл, Данилевич и Гэмбл. В итоге из-за провального выступления на первой карте, Молоту так и не удалось получить золото, которое заслуженно заработал Гэмбл, выиграв свой первый ЛАН-турнир. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.